Привет! Это чё, нутелла? Да вы шутите что ли? Её же там чайная ложечка! Максимум хватит, чтобы понюхать и аппетит раздразнить. Не баночка, а издевательство. Популярность Хаги-Ваги начинает пугать. Ну ладно, я понимаю игрушки, понимаю тортики, но граффити на электрощитках – это уже точно перебор. Или это ещё нормально, как думаете? Школа – это мир чудес. Зашёл с мозгами, вышел без. Говорят, такое висит в школе в кабинете химии. Не очень в рифму, зато правда. А когда заходишь на канал Факторий с плохим настроением, уходишь без. Тоже не в рифму, зато правда. Это что, какие-то новые приметы и суеверия? Чтобы получить пятёрку по геометрии, нужно обязательно сфоткаться с копибарой? Впрочем, до чего же людей довели. Вон, некоторые ради пятёрки даже жить с ней готовы. Лиза побывала в замечательном зоопарке, где даже пальцы к животным просовывать можно. Тем более, что их легко откусить. Они очень полезные, задорно хрустят и вам явно не нужны. Папа? Извините, пожалуйста, а чей это папа? Я уже не спрашиваю, почему он синий, висит в витрине и продаётся. Хорошо, что Дима заметил этот необычный экземпляр. Вы тоже обращайте внимание на необычные вещи вокруг себя. А потом, ну конечно же, фотографируйте и присылайте мне по ссылкам в описании. Если есть на свете удивительные люди, то это точно коллекционеры. Они умеют видеть ценность в самых обычных вещах. Вот, например, Мария коллекционирует ярлычки от чайных пакетиков. В ближайшем от Любы магазине возникла проблема с кассой. Все яйца в упаковках пробиваются поштучно. Хотя в этом есть и плюсы. Если купить 10 упаковок сразу, то можно сэкономить на покупке рулона туалетной бумаги. Наверное, это одна из самых странных реклам, что мне доводилось видеть. Алексей просто сходил в магазин и ему дали монетку на сдачу. Вот только прямо на деньгах и была реклама. Маша нашла вот такой заботливый плакат возле метро, который указывал на более свободный проход. Ну, люди поверили и пошли искать. А если они все туда пошли, угадайте, где в итоге оказалось больше народу. Вы какие яблоки любите? Зеленые, розовые, может, красные? Собственно, не важно. Глеб нашел универсальное яблоко, на котором можно найти все фруктовые цвета. Это же какой должен быть уровень лени у рекламного агентства, чтобы вместо того, чтобы дизайн придумывать, они просто свою переписку с соседом распечатали? У Ирины в городе новый бариста. Наверное, кто-то посчитал забавным сделать кофейный автомат в виде миньона. Но неожиданно, увидев его в темноте, можно схлопотать инфаркт. И кофе здесь совершенно ни при чем. Это, конечно, очень интересный способ сделать комплимент. Попросить у 40-летнего бородатого мужика паспорт на кассе, потому что кассиру показалось, что он выглядит на 17. Интересно, хоть кто-нибудь вообще выглядит на свой возраст? Вот что значит действительно сильная женщина. Алена всего лишь закрывала на работе дверь, но вместе с ключом выдернула из двери замок. Классно, конечно, но дверь теперь всю ночь сторожить придется. Так вот зачем на самом деле нужно закрывать двери. Просто от сквозняка сдувает все, даже мысли. Хотя в такой ситуации можно заткнуть уши, чтобы мысли из головы не выдувало. Но вы только посмотрите, какая милая шоколадка. Прямо-таки чистый позитив, как в свежие выпуски Фактории. А если одновременно смотреть и есть такую шоколадку, то можно получить передоз положительными эмоциями. Вот это действительно мудрость, достойная Амара Хаяма. Каждому по факту в жизни нужен чебурек. Все остальное и подождать может. А вот тогда у тебя есть чебурек, то любые проблемы кажутся решаемыми. Знаете, как выглядит ловушка для кота? Нет, это не какое-то сложное устройство. Это самый обычный пакет, который коту обязательно нужно проверить. А если при этом он в нем застрянет, ну что ж, не повезло. Эх, жалко, хорошая была у Дианы плита. Была она ровно до тех пор, пока на нее не упала вытяжка. Ну вот висела, висела, а потом взяла и упала. Как к такому можно подготовиться, непонятно. Сначала дедушка Любы собирал значки, потом ее папа собирал значки, а теперь она может любоваться вот такой коллекции, которая уже превратилась в настоящую семейную реликвию. Андрей нашел столовую для птиц. Жаль, что нет меню. Очень интересно, подают ли там семечки в тесте или пиццу из орешков. Времена изменились. Это раньше кот-ученый жил под дубом, а теперь он живет в школьном кабинете и спит на учительском столе. И вообще я согласен с Эльвирой. Наверняка это тоже учитель, просто он учит детей любить котиков, ведь это тоже очень важная наука. Очень интересная купюра, конечно. Мне кажется, ее можно назвать «продай почку и не получи взамен ничего». Но с другой стороны, коллекционеры – люди странные. Может быть, для них такой экземпляр стоит пары органов? Дыши ветром. Звучит просто прекрасно. Вот только есть один маленький нюанс. Висит эта прекрасная табличка «Аккурат над местом для курения». Впрочем, может кто-нибудь прочитает и поймет, что лучше дышать ветром, чем табачным дымом. Кто сказал, что отсутствие тарелки – это повод, чтобы не поесть? Вот Милана без проблем решила эту задачу. Просто делаешь дырку в коробке с сухим завтраком, заливаешь туда молоко и преспокойно завтракаешь. Даша встретила настоящего работника тиктока. Нет, это вам не блогер какой-нибудь. Настоящий рабочий ходит в рабочей униформе, и только фирменный мерч выдает их среди городской толпы. Грустная история без слов от Марии. Не знаю, что там произошло, но явно какая-то трагедия. Когда все счастливы, никто здоровенный букет роз в мусорку не выбрасывает. Вот вроде бы снеговик – это такое милое зимнее развлечение. А потом встречаешь это развлечение в темноте и ближайший год лечишься от задзаикания. Хотя казалось бы, что такого? Это же всего лишь снеговик. Дмитрий нашел очень странные ступеньки. Они тут, наверное, должны быть, но их нет. Ну или просто не должно быть надписи, но она есть. То ли опять текстуры глюча, то ли тот, кто таблички клеил, никогда в жизни ступенек не видел. Хм, мне кажется, японский трамвай заехал немного не туда. Хотя аниме на городском транспорте выглядит забавно среди серого городского окружения. Интересно, какой популярностью пользуются чипсы со вкусом нори? Если бы я хотел пожевать водоросли, я бы пожевал морскую капусту. Зачем добавлять их в жареную картошечку? Вы когда-нибудь задумывались, куда деваются старые автобусы? Просто отправлять их на металлолом – это слишком банально. Гораздо интереснее сделать из автобусных окон и дверей что-нибудь новое, например, веранду. Какое романтичное предложение! Давай станем старыми и противными вместе! А может, не стоит? Давайте лучше всегда оставаться позитивными, а? А вот это, между прочим, чистая правда. Кола приходит и уходит, а квас с тобою навсегда. Вот вас когда-нибудь придавал квас? То-то же! Эх, весна скоро, романтика! Не только людям нужны обнимашки, но даже столбам. Вот они и обнимаются прямо в парке! Кто-то может наивно подумать, что котик помогает своему хозяину приготовить ужин. Но нет, все гораздо проще. Он контролирует, чтобы без него тут ничего вкусного не съели. А самое удобное место для контроля – это на плече человека! Катрина переживает, что их снежный кролик получился ужасным. Почему ужасным-то сразу? Нормальный кролик после тяжелой рабочей недели. Что делать, если нашел сапог, но он не подходит тебе по размеру? Казалось бы, его можно выбросить, но Илья нашел объявление поинтересней. Нужно найти хозяйку этого сапога и попросить ее поменяться на такой же сапог, но твоего размера! О мультивселенной мало что известно. Но точно известно, что иногда случаются локальные сбои, и в мире появляются двойники. Черная дверь синего цвета. Ха-ха, великую силу логики в тебе чувствую я. Но, с другой стороны, главное убедительно всем доказывать, что она синяя. Может, и поверят. Ничего себе! София чисто случайно нашла смысл жизни. Причем он был написан на заборе. Как ни странно, смысл жизни оказался в котиках. Кто-то еще сомневается, что они тайно правят человечеством? Елисей решил сделать больно всем перфекционистам. Это действительно было жестоко. А ведь кто-то на этот люк каждый день смотрит. Люба похвасталась шикарным подарком на день рождения. Это же настоящие сертификаты-выручалочки, которые избавят от плохой оценки практически в любой школьной ситуации. Екатерина нашла в магазине очень необычные лекарства, среди которых обнаружена Олега-3, офигенного кислота, отрезвин, зашибин, но больше всего мне понравилось вот это – нискулин. Честное слово, многим бы прописал. С одной стороны, это, конечно, возмутительно, когда телевизор невозможно посмотреть. Но, с другой стороны, зачем тебе смотреть на телевизор, если можно смотреть на лампу? Похоже, этой ночью на город случился набег снеговиков. Они хулиганили и прыгали по машинам. Хорошо, что это безобразие успели сфотографировать. Упс, кажется, у вас окно отклеилось. Ну, по крайней мере, оно какое-то очень кривое. Хотя, возможно, так было задумано. София заметила странную вещь. В окно попал камень, но оно не разбилось. Вместо этого на нем образовалась трещина в форме абсолютно ровного круга. И, напоследок, небольшое напоминание, которое прислал Олег. Ты – самый главный человек в своей жизни. Позаботься о нем. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо!